Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 июля. Житие преподобного Отца нашего Поликарпа, Архимандрита Печерского. Блаженный и достохвальный Поликарп, многоплодный по имени, Поликарп в переводе с греческого значит «многоплодный», был многоплоден и в своих добрых делах. Он принес тот обильный плод, о котором сказал небесный делатель. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И еще, если будете на мне, и я в вас, то сотворите плод многий. Этот блаженный, скоро приходящий славу и образ мира сего, вменил в прах. И приняв святой ангельский иноческий образ в монастыре, прославившимся пещерами, словно зерно на вспаханной земле, умершлял всячески посеческими подвигами свое тело, духом всегда пребывая в Боге. Таким образом, он сотворил много плодов, достойных покаяния, и проявил на себе все плоды духа, любовь нелицемерную к Богу и к братьям, радость непорочной совести, мир победы над всякими страстями, долготерпение в несчастьях и печалях, благость в повиновении всем, милосердие в сердечных заботах о бедных, веру непоколебимую в исполнении заповедей, истинную в исполнении обетов, кротость в незнании и гнева, воздержание от пищи и питья, обильного и вкусного, и вообще от всех страстей телесных. Все эти плоды возрастил в блаженном поликарпе Бог, а насладил святой Симон, епископ Владимирский из Уздальски. Последний был ему родственник по крови, не хотел, чтобы духом поликарп удалялся от него, но как добрый корень старался вырастить и добрую ветвь. Поэтому, когда Симон сам был назначен из Печерского монастыря на престол Владимирский из Уздальской епископии, то взял туда же с собой и блаженного поликарпа. Там он поощрял поликарпа к добродетельной жизни и для этого вел с ним душеполезные беседы о том, что сам читал или слышал в разговорах очевидцев о прежних святых иноках печерских, о том, какие тяжелые труды несли они, и о том, как они настолько угодили Богу, что даже и здесь просияли чудотворным нетлением своих мощей в знак получения ими нетленного венца на небе. Облаженный поликарп, пахав землю сердца своего послушанием и посеяв там семена отеческого получения, принес плод к царицею. Он не только сам был многоплоден в добродетели, но и во всех православных желал коренить такую же многоплодность, плодовитость, плодоносность. Потому, поэтому, что слышал о блаженного епископа Симона о богоугодных подвигах преподобных отцов печерских, все это он потрудился написать на пользу и другим спасающимся. Таким образом, живя при том блаженном епископе, он изложил дивные жития многих святых в своем послании к блаженному Акиндину, архимандриту печерского. Эти жития помещаются во второй части Кива Печерского потеряка. Впоследствии блаженный Поликарп, хотя и расстался телесно с отцом и наставником своим Симоном, возвратившись в его епископии, опять в Печерский монастырь, однако своей добродетели он не удалился от того святого мужа. Он хорошо укоренил в своем сердце его прежние поучения и старался хранить и возвращать их. И святой Симон, со своей стороны, не переставал и здесь поучать его своим письменным посланием, полным боговдохновенных наставлений и описаний добродетельной жизни печерских святых. Имея всегда перед глазами это послание, блаженный Поликарп записывал все слова отеческие, наскрижали своего сердца, читал их умом и исполнял на деле. Так, строго подвизаясь, он достиг высокой степени добродетели. Когда блаженный Акиндин Архимандрит Печерский, заботливо и богоугодно падший Христова стада, достиг глубокой старости и после долговременных трудов переселился к Господу на вечный покой, тогда не было в богоизбранном числе святых братьев другого старейшего и более опытного в выноческих подвигах, кроме Поликарпа. Поэтому весь полк добрых воинов Христовых единогласно и единодушно избрал в себе в вожди и наставника этого блаженного, как достойного и могущего управлять кормилом Святой Великой Лавры Пресвятой Богородицы и преподобных отцов наших Антоний и Феодосий Печерских. Это было при Великом Князе Киевском Ростиславе Мстиславовиче, Великий Князь в 1154 году, во второй раз, в 1158-1167 год, при митрополите Иоанне, четвертом митрополите этого имени, Иоанн IV митрополит Киевский, 1164-1166 год, и третьим после митрополита Клима, освященного главой Святого Климента, приняв начальство на Святой Великой Лавры Печерской, блаженный поликард, усердно старался сохранить все монастырские уставы, положенные преподобным Феодосием, ничего к ним не прибавляя постороннего. Он оказался искусным руководителем в деле спасения. Такого действительно и требовала чудотворная лавра и славилась им. Повсюзу шла слава о ее благочине под начальством блаженного поликарпа. Пояснение. Обычно в период до монгольской киевской митрополит избирался и посвящался в Константинополе. Известны лишь два случая, когда митрополиты были не греки, а придворные русские, избранные и посвященные самой Руси. В 1051 году так поставлен был митрополит Иларион. В 1147 митрополит Клим или Климент. На соборе 1147 года епископов, созданных для избрания и посвящения митрополита, между прочим, епископ Черниговский, оправдывая поставление русского митрополита, помимо патриарха Константинопольского, говорил, «Я знаю, что епископы, составляя из себя патриархом, собор имеют право поставить митрополита. К тому же у нас есть глава мощи святого Климента. Как греки ставят патриархов рукой святого Иоанна, так и мы поставим митрополита». Многие из благородных и владетельных князей пользовались его наставлениями и стремились к добродетельной жизни, так что оставляли свои славные престолы и желание жить вместе с ним. Ярким примером чего является преснопамятный киевский князь Ростислав Мстиславич. Этот христолюбец, ставя себе всегда образом жизни блаженного Поликарпа, завел у себя такой добрый обычай. Великим постом каждую субботу и каждое воскресенье он приглашал к себе на обед двенадцать печерских монахов и тринадцатого блаженного архимандрита Поликарпа и накормив их, не отпускал с пустыми руками, а сам каждое воскресенье причащался божественных тайн, молясь со слезами, воздыханием сердечным и стонами, так что никто, кто видел его в таком умилении, не мог удержаться от слез. Когда же кончался святой Великий пост, то в Лазарю субботу христолюбивый князь созывал всех печерских блаженных старцев, просиявших постническим подвигом, угощал их всех радушно, одарял милостыни и отпускал с честью. Таким же образом созывал и угощал он братья других монастырей, но в особенности братья Печерскую, потому что очень любил добродетельную жизнь всех их и по преимуществу блаженного их наставника Поликарпа, подражавшего всячески первоначальным наставникам печерским Антонио Феодосию. Князь поэтому часто говаривал блаженному, чтобы принял его в число иноков в печерской обители. Но блаженный Поликарп отвечал ему, «Благочестивый князь, вам Бог велел вести другую жизнь, управлять, творить праведный суд и строго соблюдать крестное целование». А князь Ростислав возражал ему, «Отец святый, княжение мира сего не может быть без греха, и мне оно уже надоело и утомило меня своими вседневными заботами. Поэтому хотелось бы мне хоть немного в старости послужить Богу и подражать тем князьям и царям, которые узким и трудным путем шли и достигли небесного царства». На эти слова блаженный Поликарп сказал, «Христолюбивый князь, если ты хочешь этого от всего сердца, то да будет воля Божия». Хотя князь и не успел привести в исполнение этого намерения, однако из следующего ясно видно, что оно было у него действительно горячим сердечным желанием, а родилось под влиянием доброго примера святого Поликарпа. «Когда князь сильно заболел в Смоленске и велел везти себя в Киев, то сестра его, Рогнеда, видя, что брат так слаб, просила его, «Останься здесь в Смоленске, и здесь положим тебя в своей церкви». Он же отвечал ей, «Пожалуйста, не делайте так, но даже если я и очень слаб, все-таки пусть меня везут в Киев. Если Бог меня возьмет в пути, то пусть положит мое тело в монастыре святого Феодора, построенном моим отцом. Если же Бог избавит меня от этой болезни, то обещаюсь пострижься в монахе в святом Печерском монастыре в приблаженном Поликарпе». Потом, когда усилилась его болезнь, и он уже был при смерти, он сказал своему духовному отцу, священнику Симеону, «Ты ответишь Богу за то, что не позволил мне постричься у того святого мужа в Печерском монастыре. Я горячо желал этого, и да простит мне Господь грех, что я не исполнил обета». Так принял он блаженную кончину. Началом и причиной такой добродетельной жизни преснопамятного князя было не что иное, как пример подвижнической жизни и боговдохновенная беседа преподобного отца нашего Поликарпа, бывшего его княжения, достойным начальником святой чудотворной Печерской лавры. Увлекая не только братья, но и благочестивых мирян своим добродетельным примером, он поставлял их на путь покаяния и спасения. Так заботливо пас он врученную ему Богом пасту. Он долго жил и в глубокой старости приставился Господу в 6690 году от сотворения мира и от Рождества Христова в 1182-24 июля в праздник святых страстотерпцев князей русских Бориса и Глеба. Облачили его тело и погреблись в честью вместе со святыми отцами. После его смерти возникло большое затруднение в монастыре. Братья не могли себе избрать нового игумена. Хотя многие из блаженных старцев были достойны такого сана, но ни один не хотел его принять по своему смирению и обету безмолвия. Им казалось, лучше быть в повиновении и находиться в уединении, чтобы своего сокровища добродетели, собранного упорным трудом, не расточить в заботах и печалях, которые обыкновенно неразлучны с начальствованием. Горько тужили и скорбели братья. Нельзя было такому большому стаду ни одного часа быть без пастыря. Во вторник ударили в било, собрались все братья в церковь и начали молиться о своей нужде Пресвятой Богородице и преподобным отцам Антонио и Феодосию, призывая на помощь подвижника новопредставленного блаженного поликарпа и прося его, чтобы умолил Бога указать им вместо себя игумена и через то показал бы, угодил ли он Господу или нет. Совершилось чудо. Словно одними устами многие сразу сказали, пойдем к благочестивому священнику Василию на щековицу, пусть он будет нашим игуменом и управляет иноками Печерского монастыря. Пришли все с поклоном к священнику Василию и сказали, мы все, братья Печерского монастыря, кланяемся тебе и хотим тебя себе в отцы игумены. Священник Василий был весьма изумлен, поклонился им, в свою очередь, земным поклоном и сказал, отцы святые, я думал только о монашестве, куда мне недостойному быть игуменом? И долго отказывался он, пока наконец не уступил их настойчивым просьбам. Тогда братья взяли его с собой в монастырь. В пятницу на пострижение этого бога мысборного Василия прибыли преосвященный митрополит Киевский Никифор и боголюбивый епископ Лаврентий Туровский, Николай Полоцкий и все прочие игумены. Преосвященный митрополит Никифор постриг его собственноручно. Так стал он начальником и пастырем добрым иноков Святого Печерского монастыря после Блаженного Поликарпа. Подражая его жизни и с помоществуемой его молитвами, он был для всех образцом добродетелей, во славу и честь небесному наставнику и начальнику пастырей Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу. Ему же с обезначальным отцом и с пресвятым, благим и животворящим духом подобает от всего создания непрестанное словословие и поклонение ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова